Степ-бай-степ каждый день за днём ты делаешь так, что только тебе, мужчине, удобно, и в итоге женщина понимает, что она, ну всё, потеря воли, личности, самоидентификации. Я с тобой не согласна, я считаю, что это был её выбор тоже. Она сама хотела так жить. Ну да. Она, понимаешь, он хотел так жить, а она на это согласилась. Это же её был личный выбор. А откуда ты не знаешь, чтобы отказаться от этого? Так она хотела, ей, а как ты знаешь, может ли это комфортно было? Может, её поверить? Нет, всё устраивает. Но отходок нет, смотрите, как это видно, всегда виднее. Я спрашивала. Да, просто я такой вот премьерный сталкивание, у нас в семье было так, что я развелась, и мама сидела со мной, я не работала, а, филолог, высшее образование, всё такое. И, ну, папа как-то радовался, всё нормально, всё под контролем, или устроим, я сладкую. И, знаете, потом вдруг он начал, я уже так пополню, что-то, вот, а у тебя нет своей компании, у тебя нет своих интересов. Ну, мам, человек лёгкий на подъём, вот, а она как-то сориентировалась быстро, и что-то такое разрулило, и друзья, ну, и сейчас мы маму ищем спокойно. Знаешь, а я мать? То есть, в принципе, наверное, в определённый возраст женщины, ей действительно уже как-то самой неудобно. Да нет, просто есть женщины, которые, для которых важно оставаться личностью, как-то реализовываться, быть самой собой, а есть женщины, которые, которым кажется, что лучше во всём потакать мужчине, быть для него таким просто вот надёжным всегда тылом, но в итоге на поверку оказывается, что ты превращаешься просто в преддельный побрик. Если у тебя нет своей жизни, если у тебя нет какого-то своего отношения, своего пространства, своей компании, рано или поздно ему это надоедает, и где ты оказываешься? Зачем тогда женщины рождаться? Потому что они романы, которые им оказываются? Ну, я этих женщин-то не знаю. Я считаю, что если женщине хочется быть побриком и ей комфортно, пусть она им будет. Каждый имеет право на своё умение. И каждый имеет право в усилке, он хочет. Если она такая, ей комфортно... А что ж ты тогда не стала? Я просто, понимаешь, я была, 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 потом я не захотела и перестала, сама изменила. Да как ж мне некомфортно стало, не на мутарь вокруг. Нет, послушай, женщина часто зависит от мужчины, там, материально, эмоционально, как-то ещё, и ей кажется, что, ну, вот, ну, что ж, как у всех. Вот, а у каждой женщины есть две руки, две ноги. Если она терпит и ей нравится, значит, ей так комфортно. А если ей не нравится, она берёт две руки, берёт две ноги и идёт работать и зарабатывает сама деньги. А ты все хорошо вот оставься и быть одной, вот вообще по моменту одиночества. Ты говоришь, а не хочу такую жизнь, не хочу быть поселкой, отказываюсь. А дальше встает вопрос, как жить в одиночестве. И вот это меня, я этого не понимаю, я понимаю больше. Ну, что там в одиночестве? Потому что там уже полно другие. Ну, подождите, я лично себя считаю удобной женщиной. Я сама спрашивала своего парня, говорю, а что ты со мной идёшь? Ну, мужиками наставить, он меня за мной удобно. Ну, как, удобной женщиной быть не стыдно, в принципе, потому что ты поработал и в кино снялся, и поступил там, по радио можешь даже что-нибудь сказать. А потом пришёл, помыл посуду, помыл, помыл, всё помыл, убрал, постирал, хрустил, так встряхнул, чтобы они не соплёвили себе. То есть, в принципе, ну, ты обеспечиваешь быт, комфорт, ну, это нормально, обеспечивает быт и комфорт. Потому что, когда люди, разумеется, когда они в брак вступают, у них это всё серия каких-то взаимных компромиссов. Убывайте.